Всем привет! Сегодня снова выездная съемка, мы в Ижевске и хотим показать вам еще раз более подробную машину, которую мы вскользь показали в ролике про ВНВФ фестиваль в Казани. Это тундра с одинарной кабиной и очень большим живым модулем. Сегодня мы подробнее откроем те вещи, которые мы забыли рассказать и остановимся на том, в чем ее ключевое отличие от других похожих проектов. Наверное, ключевое, с чего стоит начать рассказ про этот автомобиль, это одинарная кабина. Как бы сразу нужно сделать такую вставочку, ремарку. Если вы хотите нас спросить, как здесь разместить трех детей, мы не знаем. Эта машина для двух или двух с ребенком, но в плане построения кемпера одинарная кабина просто великолепная. Давайте посмотрим, почему. Во-первых, это красиво. Посмотрите, все мы знаем поговорку, что некрасивый самолет не полетит. Этот самолет очень красивый, у него будет хороший полет. Огромная дверь, в которую удобно садиться, но помимо того, что это действительно большая и удобная дверь. Смотрите, какая история. Вот спинка сиденья, настроенная под очень высокого водителя, и смотрите, какое расстояние. К нему мы вернемся. Это именно то место, куда мы ставим ногу, когда перелезаем из жилого модуля. Изначально можно было подумать, что это двухместная машина, но нет, на самом деле она трехместная. Машина широкая, и она позволяет разместить здесь три полноценных, практически полноценных кресла. Среднее подойдет для ребенка небольшого возраста или идеально для ребенка в детском кресле. Вот так оно выглядит. Если у нас, предположим, два только пассажира без ребенка, то мы можем превратить его в огромный, очень удобный подлокотник с подстаканниками, всякими держателями. И эта же история, когда мы перелезаем в модуль. У нас здесь есть переход в жилой отсек. Соответственно, чтобы перелезть, мы складываем эту спинку и переходим. Итак, вот у нас переход, о котором мы рассказываем. Он достаточно широкий, чтобы в него мог пролезть мужчина практически любой комплекции. И то, о чем уже рассказывалось, и я пытаюсь вам это показать. За сиденьем есть достаточно большая полка. То есть, смотрите, переход из модуля в кабину осуществляется у нас вот так. То есть, я вылезаю и спокойно здесь стою. После этого я могу уже сесть на подлокотник, перекинуть ноги, сесть за любой. Либо за пассажирское, либо за водительское сиденье. Видите, это достаточно просто и быстро. Именно за счет этого места, которое здесь позволяет мне наступить. В любом внедорожнике есть что-то грязное, то, что не хочется класть внутрь. Тем более, если мы говорим про жилой модуль, про автодом, то, что туда точно не хочется тащить, например, тросы, какие-нибудь шаклы, какие-нибудь удлинители, корозащитки, которые мы использовали именно при езде по бездорожью. Поэтому у нас под модулем вот здесь располагаются такие вот рундуки, где можно все это спокойно разложить, и оно будет сохнуть, грязь, вонище, болото, все, ничего это не мешает. Это живет отдельной жизнью и располагается в этих рундуках. Точно такой же есть в хвосте, точно такие же два есть на другом борту, на левом. Соответственно, это часть, которая визуально, во-первых, заканчивает стилистически жилой модуль. То есть, у нас не висит здесь рама, мы не видим никаких голых этих частей, и та, которая нам действительно функционально пригодится при эксплуатации этого автомобиля на бездорожье. Заливная горловина для бака водяного, упора для ног маркиза, вот такой грузовой отсек. Кстати, всегда есть такая проблема, что грузовые отсеки нужно иметь доступ и изнутри, и снаружи. Иногда просто неудобно каждый раз лазить в домик для того, чтобы что-то достать. Здесь эта история решена вот таким образом. То есть, правый, ну, получается, левый рундук, если мы смотрим от входа в двери, да, когда мы поднимаем, мы получаем доступ к вот этому грузовому отсеку, но мы можем сюда же попасть и изнутри. А вот это я сейчас вам трогаю, показываю сидушечку, на котором мы сидим. Из-за того, что кабина короткая, у нас в колесную базу помещается огромная часть жилого модуля, где мы можем разместить все самое тяжелое и основное. И это у нас будет висеть не на хвосте, а именно располагаться в базе. Это очень хорошо для развесовки. Совсем коротко по внедорожной составляющей. Силовой бампер, лебедка, 35-е колеса на 20-х дисках, сзади дополнительно установленная пневма. То есть, это пневмо-хелпер, который помогает ресторам держать увеличивающуюся нагрузку от жилого модуля. В задней части у нас располагается лесенка, которая у нас доступ на багажник обеспечивает. Окошечко, про которое мы уже рассказывали, который у нас вид на вселенную со стороны кухни. И вот такой ящик. В ящике у нас стулья, которые неизбежно нам понадобятся, когда мы приедем в красивое место и захотим расположиться за пределами жилого модуля. Значит, большой модуль, большая крыша. Давайте расскажем, что у нас там разместилось. Силовой багажник несет на себе рабочий свет и верхние габаритные огни. Дальше у нас на багажнике располагаются две солнечных панели по 160 ватт и два люка, про которые мы уже рассказывали. Один над обеденной зоной, а другой в зоне туалета. Так, что располагается на двери? Открываем, смотрим. На двери у нас располагается лестница. Модуль достаточно высокий, не стали никакие выдвижные придумывать лесенки. Очень удобно, просто, эффективно. Снимаем. И устанавливаем. Вход в воду располагается в задней части. Приставная лестница, которая хранится на двери. Сразу при входе по левую руку у нас тут кухня. В данном случае сделаны без плиты, потому что ребята хотели использовать плиту, которую можно снимать и переносить на улицу, например, чтобы в хорошую погоду готовить на улице. Здесь шкафчики под столовую дверь. Это вот здесь по правую руку от входа получается одежный шкаф, а напротив него вход в туалет. Полностью выгроженная история. Там внутри собственный люк, собственный вентилятор, закрывается на дверь. То есть очень комфортно. То есть это действительно тот случай, когда туалет удобно и хорошо разместился. Рядом еще один шкаф и под ним холодильник. Сейчас крупным все это покажем. Окошечко напротив, в задней части, напротив столешницы тоже. Если хочется помыть посуду и при этом смотреть на закат, то очень все прям складывается хорошо. Ну и самых интересных, что здесь имеет смысл посмотреть, это туалет. Как вы видите, у нас никаких мягких тканевых стенок, то есть жесткая дверь, жесткие стены. Здесь у нас располагается туалетный душевой блок. Соответственно, мы здесь можем принимать душ. Для этого у нас имеется вот такая вытяжная леечка, вентилятор, который мы уже показали. И, соответственно, шкафчик, где могут храниться всякие душевые и помывочные приборы. Также есть вот такой вот держатель, куда мы эту леечку делаем. Здесь же располагается туалет. Смотрите, здесь нет бака для черной воды. Удобнее было сделать именно таким образом. То есть автономный тет-ротовский туалет. Мы им пользуемся, потом можем его вынести, спокойно вытащить канистру из-под него, емкость обмыть, поставить обратно. Здесь же раковина, где мы можем спокойно умываться, чистить зубы. В туалете у нас есть свой обстанный люк. То есть у нас получается в крыше два люка вентиляционных. Один над обеденной зоной, второй именно в туалете. И в туалете интересно показать, что у него есть два режима. Режим Air In, когда он дует сюда. И режим Air Out, когда он начинает дуть в обратную сторону. Соответственно, идет как вытяжка. Значит, основное спальное место расположено в Алькове. Машина, я уже говорил, что она достаточно широкая. Получилось расположить двухметровое спальное место. Это очень, как бы удачно сказалось, на компоновке. Здесь у нас, соответственно, один диванчик напротив другого. Можно сидеть, принимать пищу. Столик, который двигается и который можно при необходимости опустить и образовать здесь дополнительное спальное место. Соответственно, ящики напротив меня. Ящики здесь. Люк вентиляционный над столовой зоной. И еще есть отдельный люк с вентилятором, с кнопочкой, который расположен в туалете. Под правым рундуком у нас располагаются все системы. Давайте поднимем сидушку, посмотрим, что у нас есть. Итак, инвертор 12-220 вольт, Сибрезерв на киловатт. Контроллер солнечной энергии. Две панельки по 165 ватт, напоминаю. Дополнительный аккумулятор Одиссея Экстрим. Здесь мы видим кусочек, у нас выглядывает водяного бака. Здесь же фен отопления. Причем, обратите, интересно сделано. Шибер распределения воздушных потоков управляется электрически. То есть, с пульта управления модуля мы можем управлять, куда пойдут горячие потоки. Вниз или вверх. Здесь же у нас располагается насос. Вот эта заливная горловинка. И вот это вот, это жидкая Вебаста и бак для горячей воды, который у нас отвечает за горячее водоснабжение. То есть, вода попадает в этот накопитель, обогревается с помощью жидкого нагревателя Вебаста. И после этого у нас уже и в душе, и в раковине есть и горячая, и холодная вода. Вебаста и бак для горячей воды. Вебаста и бак для горячей воды.